Ух ты же, мама дорога! Друзья, я уже высоко лечу. И куда-то лечу. Друзья, вот я когда вот эту точку вставил, мне казалось, что очень сложно на нее попасть, вот реально взять и на нее наехать. Но это случилось. Вот камера, она вот здесь лежала, сдвинутая, все в песке. Сейчас я ее проверю, я ее включил, она работает. Ну записала видео, сколько-то. Не знаю, когда ее сдвинуло. Ну вот так, один взлет может быть есть. Ну прикольно, может телега ее на взлете сдвинула, может еще что. Да, нарушено не придумаешь, но должен быть контент огонь. Вот, друзья, сейчас я вам сниму взлет. Это называется штука москита. Ну так даже может и лучше. Он выруливает на полосу, смотрите. Сейчас не на меня проедет. Во! Славное место! Полетел на медле. Это можно назвать, полетел на медле практически. Ха-ха-ха-ха, какая штука за масло, да. Ну и такой вот мотодельтоплан. По идее сейчас такой можно с электромоторчиком сделать. Но мне, честно скажу, в мотодельтопланах не нравится балансированное управление. Я понадобится управление на ручке и педалях. Третье, два, два, три. Поехали! Уже совсем высоко, но немножечко я накосячил. Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта! Мы опять на аэродроме Аспермонт и готовимся к полетам на свифте. Погода бомба! Посмотрите, какое прекрасное доброе утро! Блондера купаются в рассвете, и где-то там наш свифтик прячется, и мы к нему едем. Самое доброе утро может быть только на аэродроме, друзья. Нигде по-другому. Аэродром это место... Гараж это место... Ну, в гараже тоже хорошее доброе утро бывает. Правда, уставшее обычно. Аэродром это предвкушение полетов. И тут, кстати, уже началась сборка. Сборка нашего замечательного свифта. Эй! Хе-хе-хе-хе-хе! Ну, это, кстати, не нашего, это электрического свифта. Где же наш? Практически, не знаю, с 5 метров. Друзья, вот полетел АРФИОТЕРЕКС. Не стал он на горку забираться, так снизу залетел ленивый. Ну, не знаю. По мне так свифт прикольный. АРФИОТЕРЕКС стоит больше 110 тысяч евро. Даже какой-то маразм для легкого ультралайта. Причем, качество у него 27, такое же, как у нашего свифтика. Вот. И смысл, разница какая, не очень понимаю. Ну, вид может быть лучше, там, труп меньше торчит. Но, в целом, не знаю, мне наше крыло летающее нравится очень сильно. Видите, как тихо? Тр-тр-тр-тр-тр-тр. Сейчас прорулит прямо на взлетную полосу. Ой, какая красавица! Слушайте, друзья, я уже начинаю такое хотеть. Не знаю, зачем мне это надо. Но очень хочется. Просто вот такая лапочка. Мало того, я на нем сейчас только что взлетел. Видите, вот вырулила лапочка. Готова к взлету. Посмотрим, сколько он проедет. Прежде чем оторвется. Блин, вообще. Вы посмотрите на это чудо. Ну, ладно, дует ветер, но 3 метра в секунду встречный. Ну, это же просто ух. Ух какой-то. И пожужжал. Пожужжал нас крошавчик. Да, друзья, это фантастика какая-то. Я в восторге. Я на такой штуке буду летать. Только не на моторе пока. Вон наш банджо на старте. 3, 2, 1, GO! Ой! А как он подключил? Погналю последнюю 1, 2, 1, 2, 3, 1... 60, 70, 70, 70, 80, 80, 80, 90, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 40, 80, 70, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80. Вы на максимуме 250 кг. Ого! Да, окей. А, у вас нет. 250 кг на меня дали, друзья. Ого! Какая ответственность. Сейчас полечу и далеко. Главное не сбить никого. Сейчас куча народа залетает. Или не уйти на маршрут. Такое тоже бывает. Секуритет. На аэродроме, между тем, движуха по полной программе. Подрулил буксировщик, который должен затягивать вот эту зёбру АСК-13. Я готов! Погнали. Поехали. Ух ты ж и мама дорога. Друзья, я уже высоко лечу. И куда-то лечу. Куда-то лечу. Куда-то лечу. Совсем куда-то лечу далеко. Вау! Вау! Подхожу к планете. Выдерживаю. О! Друзья, на этот раз я с собой. На этот раз я с собой наконец-то доволен. Прям супер. И перелетел Южную Фолосу. До платы-то осталось до моей машины метров 400. Хе-хе-хе-хе. Класс. Вот теперь прям я вот, ух, доволен. Вот как доволен надо быть. Пошел. Полетел. Летит отлично. Молодец. Справляется с кренами. Вообще красава. Просто монстр. Идеально. Оп. Касание. Убеживает от крена крыло. Супер. Просто умничка. Молодец. Вот почему меня прогнали, друзья. Самолет заходил на посадку. Видя, я уже достаточно далеко залез на полосу. О! Все. Готово. Ну. Пошел. Пошел. Слифт полетел. Полетел хорошо. Ровненько умничка, как все хорошо сделал. И вот самолет набор пошел. И вот слифт. Сейчас, оп, смотрите, тоже перевел. Все прям идеально. Слушайте, какой молодец. Просто красавец. Смотрите, как красивенько идет. Вот все. Аэропоезд. Свифт и самолет. Удивительно, да, друзья? У свифта посадочная 34 км в час. У самолета. У самолета, короче, сейчас летит 90. У свифта максималка 100. Между тем вот оно, пожалуйста, летит. Хаябья, а ты как? Ура! Ура! Ну вообще идеально. Вы посмотрите, как прям приземлился. Идеально. Там, где надо. Это, ж надо, какой искусственный инструктор приземлить курсанта. Прям. Вообще круто. Друзья, преклоняюсь перед Жаком. Малифик. Катают, смотрите, как катают. Инструктор катает курсанта. И я тоже гудит. мы должны убраться с полосы потому что снимаем полоса это нехорошо пошел эрэпоезд большой кренчик был выправил вот этот летит и вот сейчас должен все это пошло в набор отлично смотрите как ведет себе свифт в полете круто круто заваливает классная вся штука летающие крыло я как инженер восхищаюсь вот сейчас будет заходить на посадку лично идет полетел прямо на старт класс практически не надо нам его перегатывать эгегей помчались так у меня же камеры камеру не снес а то эта камера уже сегодня один разочек пострадала слушайте друзья камера должна была заснять это все прям зашибись зашибись видите на какой-то кочечке от какого-то крота погнали скорее скорее теперь я лечу и гиги 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 давайте посмотрим на моего коллегу счастливого довольны сейчас будет парашютчиковать присутствует улыбка на лице присутствует сосредоточенность присутствует надо чеку поставить парашюта друзья в чем особенность момента текущая обычно запускают штиль это термички не в первый раз и на этой правильно потому что ну представьте там начнется термичкой вот который не умеет пилотировать термичку еще ему дополнительный этот фактор ну вроде как вы не сказали что конь-огонь заслужил доверие несмотря на то что уже время 11 часов то начало 12 уже вовсю уже пыхает меня должны сейчас опустить я хочу еще и поварить на этой штуке проверить закрыть здесь на месте шарик спрятать это вот тут все а им рейди сейчас будут ехать дры 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 какое-то время так замок отсыпки не забыли если что суд за него хоть дернуть ну сегодня уже полегче я за крылком хорошо поработал и за самолетом пошел отлично волчок ты молодец друзья я в этом полете собой доволен вот второй взлет все намного лучше и сейчас потихонечку вытравливаю закрылок снимаю нагрузку с ручки весь принцип что триммера нет нагрузка регулируется положением закрылка на ручке то есть вот сейчас я вытравил так что могу ручку отпустить и планер сам полетит вот ну что друзья вот я лечу скорость 60 попробуем полетать вместе с парапланами но я так как на этом аппарате то еще не очень-то летаю поэтому буду максимальный боятся о даже есть какой-то поточек ты ж блин меня прет вверх ну по тангажу конечно эта штука гуляет мама ты даже как о оп ну и ладно разворачиваемся о страшно то как я думаю может мне уйти отсюда улететь куда-нибудь подальше вот все парапланы вон они сбоку я надеюсь я не пойму что тут первый самостоятельно его оп я друзья вот так оп ой 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 мамочки ой вот так это выглядит лечу этих вот этих парапланов подальше так сейчас я здесь протяну что здесь пищит это очень хорошо место хорошее я его люблю здесь на параплане на плане или брать на своем ну просохательный этот поток попробуем пройти дальше по склону оп вот к этим броскам привыкнуть сложно причем самое интересное что аппарат то сам стабилизируется снова вот это вот привыкнуть вот этому достаточно сложно вот эти нюансы летающего крыла ладно ну друзья я в термике полтора метра японский бог да так сколько 60 скоростью не могу привыкнуть что настолько сам стабилизируется по скорости ловить вообще не надо 70 прям как меня платочек то засосала друзья первый раз в жизни летаю на свифте и сразу доверие мне парение конечно я по себе так не доверял два метра в секунду опять посмотрите как я бодренько набираю высоту чтобы вы понимали насколько это не просто посмотрите как тангаж гуляет я сейчас телефон зафиксирую на пузе блин птица ты еще тут только птиц сейчас не хватало мне для полного счастья блин черная маленькая злая наверное где птица тянуть птицы перейдя на пола вот вот на ядро давай родной куклу хочет идти когда не хочет ой вот она эта птица черт ее подери прям в центре моего потока так и чувствуется что хочет на голову сесть посмотрите друзья ну я с птицей не парил еще так потому что видите у нас получается с ней более менее скорости сравнялись обычно всегда вот она решила меня улететь смотрите спасибо птичка что оставил мне поток ну вот как вы第一 пример на с моего угла зрения видите крыло но конечно darn question перекрывает но из-за того что эта штука постоянно скачет, как черти что. В общем-то, никаких проблем нет. Так, 63 км в час. Стабильная скорость и пара держит. 2200 метров мы набрали. Ну, красота. Что, можешь слетать на маршрут? Игорь, если вы хотите поехать на Маттерхорн с глидером, а не с Суистом, то время да, если я хочу на Маттерхорн, не на Суисте, сказал, ну что ж, ладно. Прогуляюсь. 90 км в час. Смотрим, что эта штука может. Снижение. На 90 км в час вы наблюдаете это полтора метра в секунду где-то. Похоже, что качество 27. Ну да. Это лететь ничем не хуже Бланника. Слушайте, ну и на скорости эта штука стала поустойчивее. По крайней мере сейчас. Над склоном, видимо, когда термички нет. Да это получается, вот летонечное крыло, оно как-то самостабилизируется. Очень интересное ощущение. Вот наш аэродром, с которого меня будет забуксировали. Вот гора сзади осталась. И я на маршруте. Ники-ки-ки. Кру. Скорость 60. Ну вот так. Закрылок я удачно поставил. Вот я могу, смотрите, бросить ручку, и эта штука сама летает. Я поставил ее в небольшой вираж, и он прям устойчиво. 57 км в час, потому что на самом деле болтанки нет, поэтому прям изумительно эта машинка летит. Вот. Сейчас она прекратила вираж. Смотрите, я сейчас его, оп, с ножкой вместе. Чекунь для правил. Опять поставил, все опять. Вот он по кругу у меня красивенько летает. Ну, очень кайфово. То есть с точки зрения, вот как эта штука летит, как она крутит, вот реально на месте крутит. Скорость 58. Просто бомба. Так, ладно, надо мне расслабляться. 1070 еще один круг. Причем посадка-то моя теперь. На посадке до этого мне Жак помогал в прошлый раз. Сейчас полностью моя. 60 скорость. Держит скорость стабильно. То есть чем хорош этот аппарат, то, конечно, продуплить скорость, если ты верно поставил закрылок, ее практически невозможно. Ну вот, хорошо иду. Мне нравится. Я даже не буду париться сейчас. Особенно тормоза трогать. Делаю третий. Закочу, потом тормоза выпущу. Наверное, чуть-чуть все-таки выпущу. Смотри, там самолет. На ось полосы я не попал ни хрена. Высоковато иду. Чуть-чуть. Вот так, сейчас хорошо. О, 70 км в час скорость. Ну, сейчас на качестве. Ох, недолечу. Ой, позор. Немножечко я перестарался с тормозами. Ну, уже делать нечего. Грубо говоря. Перелет. Хотя нет. Меня сейчас придерживает. Придерживает немножко. Приземный какой-то может быть эффектив. Запас по скорости плюс то. Ну-ка. Ну-ка, 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 ну-ка. Лети, лети, родной. Лети. Еще немножечко. Еще. Не дай позориться. Посмотри, какой я молодец. Тут я остановился ровно. Ну, коснулся, как говорили, на машине. Остановился прям чики-пики. Перфекция, перфекция. Мастерство не пропьешь. Сейфти пин на парашют. Первым делом не радоваться слишком жизни, а решить, где там этот сейфти пин. Ой, вот он. Ручки-то дрожат. Друзья, ну здесь проблема именно обучения в том, что ты летишь один и сразу, и у меня большого налета на этом аппарате нет. Вот, поэтому, конечно, наверное, надо с банджо попрыгать подольше. Курс сейчас рассчитан на тех, кто уже немножко летающий. Поэтому вылезать сюда. Ой, друзья, ну кайф. Играй. Друзья, я счастлив. Первый день обучения мой закончен. К сожалению, я не могу летать больше. Три раза я слетал. Мне нужно летать со своими учениками. Посмотрите, какая потрясающая погода вокруг меня. Надо продолжать. И кайф. Вообще, учиться новому – это кайф. То есть, по мне, я в самолете год назад, два года назад учился. Было дикое удовольствие. А сейчас от вот этого летательного аппарата прибываю в полном глубоком щенячьем восторге. Ну и классно, что получается. Классно, что первый раз вот этот страх небольшой, еще что-то. Потом вот первый этот полет. Это все проживаешь как по-новому. Я помню свой первый полет на планере, на параплане. Ну, блин, я что-нибудь хочу еще. Ну, вертолет я пробовал уже. Так что завтра буду продолжать. Сейчас пора летать с учениками. Время уже... Ой! Видите, как колесо. Колесо, кстати, хорошо ездит по грунту. Видите, какой качковатый аэродром. Я доехал до своей машины. Прыг в машину на аэродром. Планер уже расчехлен. Ученик Юрий его подготовил. Нам нужно просто взлететь на своем моторе и купаться вот в этом потрясающе красивом небе сегодня. Эх! Будем продолжать. Эгегей! 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 Эгегей!